Красивое, подтянутое тело, как с обложки журнал. Оказывается, чтобы нарастить мышечную массу, сделать свое тело подтянутым и рельефным, первым делом необходимо перейти на правильное питание. Какой должен быть завтрак, если у вас первые половины дня тренировка? Желательно, чтобы он был именно белково-углеводным. Но углеводы есть сложные, есть простые. Желательно, чтобы мы использовали сложные углеводы только в виде салатов, где присутствует зелень, сладкий перец. Если сейчас сезонно, то это корнеплоды, морковь, капуста, свекла. Это вот именно такой салат. Это может быть или яйца, или творог, или рыба, или мясо. На выбор, или, или, или. Мы съедаем, женщина съедает 300 грамм такой еды, мужчина съедает 400. После этого можем через 1,5-2 часа идти в тренажерный зал. На тренировке не забывайте пить воду, но маленькими глотками. Стоит уделить внимание и перекусам. После тренировки желательно выпить протеиновый коктейль или съесть творог в течение 40 минут. Обед может быть у нас углеводный, да, это может быть суп-пюре, хотя я не сторонник первых блюд, потому что первые блюда вообще родились для того, чтобы в бедности накормить большое количество людей. Так как при температуре 60 градусов погибают ферменты, то, соответственно, в той еде практически ничего нет. Плюс много жидкости, да. Можно использовать, опять же таки, картофель, можно использовать рис, желательно коричневый, да, и использовать салат. Перекус между обедом и ужином может быть в виде сухофруктов или свежих сезонных фруктов. Ужин должен быть также белковым – яйца, творог, рыба или мясо. И обязательно в сочетании со свежим салатом. И прием пищи желателен до 7 часов вечера. Если вы все же чувствуете голод в часов 9, диетологи советуют выпить йогурт, простоквашу или кефир. Помимо правильного рациона, очень важно уделить внимание выбору протеинов и аминокислот. Чтобы не навредить почкам и печени, желательно использовать специальное спортивное питание. И желательно, чтобы это спортивное питание было очень высокого качества, потому что, опять же таки, в связи от производителя, иногда производитель не ставит здоровье на первый план, а ставит на первый план результат. Поэтому это нужно анализировать и стараться выбирать протеины растительного происхождения. Это из сои, из риса. Допустим, из того, что я знаю, самый высокий процент усвоения идет из маиса. Продукты, которые, ну, аминокислоты, которые выработаны из кукурузы. Физиология у каждого разная. Поэтому, конечно же, желательно обращаться к диетологу, чтобы вам подобрали индивидуальный рацион и меню.